в предыдущем видео мы с вами разобрались как упаковать наше приложение все зависимости и все библиотеки которые необходимы для его запуска в одну директорию и ограничить злоумышленника который теоретически может атаковать наше приложение рамками этой директории таким образом чтобы даже если наше приложение было скомпрометировано то наш злоумышленник не мог бы выбраться за пределы того что мы сделали с помощью чрут так ли это безопасно нельзя ли убежать из черта под термином бежать очевидно мы будем понимать получение доступа к файлам за пределами нашей директории при этом для простоты будем считать что у злоумышленника есть доступ с правами суперпользователя внутри того что мы будем называть контейнером хотя конечно это пока что некорректное определение внутри нашей директории что мы получили доступ внутри чрута с правами суперпользователя для этого давайте вспомним все и так у меня есть мой контейнер для удобства чтобы было различать я создал в корневой директории файловой системы файлик засис хост а в директории дам которая содержит распакованный образ ноды файлик засис рут просто чтобы их можно было легко различить и так перейдем в директорию дам проверяем что мы теперь в корневой директории засис чрут и давайте для начала поговорим о том что происходит когда мы напишем вот такой путь когда мы пишем вот такой путь системе надо преобразовать его в путь на реальной файловой системе для этого ей необходимо понимать контекст вызова для простоты скажем что с помощью системного вызова get cvd где cvd расширается как current working directory текущая рабочая директория мы получаем как легко догадаться текущую рабочую директорию и после этого смотрим ага это чрут да это чрут соответственно мы не можем как бы мы не писали две точки две точки две точки выбраться за пределы нашего виртуального корня который на самом деле на файловой системе это какой-нибудь путь сам чрут если же мы каким-нибудь волшебным образом уберем вот эту проверку на чрут то очевидно что написав достаточно большое количество двух точек мы получим искомый результат давайте же посмотрим как мы можем это сделать итак у нас есть файловая система директория поддиректория поддиректории где-то там наш труд который является текущей рабочей директории давайте посмотрим на код того что условно назовем эксплойтом для выбора из выхода из черта чтобы делаем и так на первом шаге мы становимся получаем права суперпользователя если у нас их нет и создаем директорию с именем . 42 имя не несет никакого сакрального значения просто . это скрытая директория это совершенно неважно но мы делаем же вид что мы атакуем систему и 42 потому что 42 как легко догадаться дальше поскольку как и в любом языке программирования все есть указатели мы можем взять и сохранить ссылку файловый дескриптор если вам проще пользоваться правильным термином на текущую директорию в переменную дирфд это как вот если бы мы взяли какой-то объект и сохранили вот еще в какую-то переменную объекты в живоскрипте передаются по ссылке указатели если вы не дай бог не знакомы си это по сути те же ссылки дальше мы говорим а теперь смени сделать труд в директорию . 42 если бы мы написали здесь вот так то смысла в этом бы не было как мы уже убедились при разворачивании вот такого бы пути операционная система увидела бы что мы находимся в чруте и не позволила развернуть такой путь дальше чем корень чрута но мы просим перейти в поддиректорию и это абсолютно корректная операция чрут переходит в нашу директорию . 42 и туда же смещается текущая рабочая директория но у нас же остался указатель на старую директорию которая больше не в чруте и мы можем с помощью функции fgdir перейти в эту директорию таким образом наша текущая рабочая директория становится этой а дальше дальше мы достигли желаемого обратите внимание наша текущая рабочая директория больше не в руке а значит выполняя бесконечно много раз ну вот я написал тысячу команды перейди на директорию выше 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 мы постепенно поднимемся до самого корня а дальше мы просто говорим йоу запусти пожалуйста команду бенесаж в текущей рабочей директории и таким образом мы получаем бенесаж в директории настоящего корня ну что давайте проверим как это работает снова заходим наш труд переходим в директорию root где он у меня лежит компилируем его кто не знает gcc если мы не указали имя файла который надо сгенерировать в качестве ответа генерирует файл с именем out по историческим причин запускаем и вот у нас запустилась консоль смотрим опа this is host то есть мы запустили действительно консоль находясь в чаруке которая получила доступ к настоящему корню выходим из этой консоли просим вывести содержимое корня видите мы опять в чаруке мы таким образом быстро и эффективно выбрались как с этим бороться ну самое очевидное не давать права суперпользователя но как мы скоро увидим этого недостаточно ну и что делать если зубная щетка вам недоступна на самом деле система контроля доступа в современных юник системах более гибкая и это не так что суперпользователь может все остальные не могут ничего на самом деле мы можем просто отобрать у процесса привилегию капсис труд которая собственно позволяет вызывать труд и этого будет достаточно или нет скоро увидим куда более многообещающим выглядит использование вместо чрута операции пиво труд которая очень похоже на труд так я сейчас в черуте до выхожу из черута операция пиво труд получает на вход тоже что надо сделать новым рутом там а вторым аргументом куда надо смонтировать старый рут который сейчас текущий дам допустим ол то есть что мы делаем вот у нас есть такая структура директорий я внутри директории дамп создаю директорию олд а дальше говорю все что над директорией дамп смонтируй пожалуйста в точку монтирования олд да то есть в директорию олд и таким образом происходит магия мы берем и наша файловая система оказывается вот такой круто правда то есть наш все данные которые были доступны никуда не потерялись просто сменили путь пробуем ой файлы тут чейндж рут дело в том что я не просто так употреблял термин монтирование для того чтобы это сработало вот эта директория дамп тоже должна быть точкой монтирования точка монтирования это место куда подключаются разные файловые системы но благо мы можем очень легко создать такую точку с помощью команды bind и сказав что пожалуйста создай точку монтирования с директории дамп и дальше куда смонтировать поскольку файловая система в лидуксе может напоминать с этими точками монтирования слоеный пирог мы можем сказать смонтируй туда же казалось бы что за бред но теперь с точки зрения линукса это отдельная точка монтирования вот давайте посмотрим вывод команды mount где написано все 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 файловые системы смонтированы у нас давайте оставим только dev настоящие файловые системы и смотрите он говорит devsdd это виртуальный диск на котором установлен линукс смонтирован на корне но этот же devsdd смонтирован на рут дамп поэтому типа как будто этот диск смонтирован в двух точках и дальше уже внутреннее дело маунта транслирует это в корректные пути на файловой системе теперь повторяем нашу операцию и у нас получилось ну что делаем ls упс а куда делся ls дело в том что труд создает новый процесс пиво труд меняет труд у всей текущей системы поэтому у нас шелл который запущен он помнил что лс находился в пути usr bin ls а образ ноды которые мы создали он построен на дебе и там файл бинарные файлы бинарники лс лежат не в usr bin а в bin вот если мы сейчас напишем bin ls то увидим что все сработало давайте запустим шелл из теку новый шелл с помощью команды exec из bin sh вот мы запустились только давайте лучше баш вот и обратите внимание я же не менял путь а он пишет вы находитесь в пути slash old slash root круто появился old перехожу в корень и говорю this is true смотрю в old а в олде собран this is host а теперь представьте что я могу сказать unmount old и упс это не сработало почему потому что если мы сейчас попробуем ухты segmentation fold если мы вообще попробуем вывести список маунтов давайте для начала вот так он скажет упс нету им таба почему дело в том что для работы многих утилит нужна информация о системе информация системе лежит в специальной файловой системе прок и она обычно монтируется в директорию слэш прок но мы же сменили root она теперь лежит в old прок давайте смонтируем ее в нормальный прок для этого я говорю смонтируй файловую систему стика по прок дальше обычно пишется откуда но прок это так называемая виртуальная файловая система поэтому здесь я могу написать что угодно а вот куда смонтирую в директорию прок теперь отдаю команду mount и видите магическим образом все заработало и видите все что раньше было смонтировано в корне теперь смонтировано в олд а давайте попробуем все размонтировать он маунт минус а жаль он говорит извини не могу размонтировать слэш олд не могу с размонтировать слэш олд vsl и так далее так далее так далее как бы было бы круто если бы эта операция получилась у нас бы пропали все вот эти сущности и мы бы физически не смогли бы получить доступ к файловой системе было бы круто правда ладно а что же чрут давайте попробуем вернуться для я выхожу полностью останавливая vsl контейнер и пробую заново к нему подключиться ой а почему я не смог дело в том что когда мы выполнили операцию пиво труд мы изменили корень системы и все разрушили поэтому мне надо теперь убить текущую запущенную бунту и перезапустите с нуля все сработало давайте снова сделаем чрут в дамп снова сделаем маунт минус т прок прок и снова посмотрим на прок файловая система прок не так проста как кажется она предоставляет много банальных вещей там примеру аптайм как давно система была запущена с какими параметрами было загружено ваше ядро какая версия вашего линукса и так далее и тому подобное это все не важно нас интересуют вот эти айдишники эти айдишники это директории линукс придерживается как и все у них системы философии что все есть файл и для того чтобы посмотреть информацию допустим вот у нас запущен шелл вот он нашел и он запущен с процессом 128 я могу просто скажем выведите директорию прок 128 и мы увидим допустим прок 128 ой извините сведи текущую рабочую директорию вот если я сейчас сменю ее допустим на вар то видите вывод текущей рабочей директории будет такой мы можем вывести cmd line увидим не ls конечно же кат вы виде файл вот вот с такой командой вот она бин баш да была запущена наша команда ведь она чуть-чуть ее разрывает но это неважно баш минусы там пробел съела что нас интересует там еще есть прок 128 рут текущий рут уп это чрут но у нас же есть магический процесс айди один который даже убить нельзя это и нет ой а у него несмотря на то что мы в чруте есть вот доступ к файловой системе хоста то есть я просто могу перейти впрок один рут и творить все что угодно резюмируя чрут предоставляет всего лишь простенький интерфейс для защиты от перехода верхней директории он не обеспечивает нужную безопасность если мы рут мы можем выбраться с помощью вложенного черта как мы с вами увидели если у нас монтирована файловая система прок она нужна многим то мы часто можем достучаться к чужим процессам и даже если вы приняли меры безопасности мы не можем достучаться к чужим процессам то все равно процессы запущены от того же пользователя мы можем с ними взаимодействовать а это плохо ведь мы должны быть максимально изолированы мы можем забить все место в нашей директории и нас это никто не остановит мы можем работать с сетью как угодно и нас никто не остановит куча вещей что мы можем сделать не так касательно же файловой системы будем откровенны пивот рут выглядит многообещающе но он в отличие от чрута который работает для процесса меняет рут для всей файлов для всего запущенного окружения для всей файловой системы давайте кстати это продемонстрирую я такой беру говорю mount минус так mount минус bind дам дам чтобы я мог сделать труд там чрут они труд извините пивот рут дам дам полд снова монтирую прок давайте даже запустить бин баш новый который уже там монтирую прок и говорю выведи мне пожалуйста прок один рут и видим что в этом отличие у маун в отличие от чрута даже у пропида 1 у и не то все системы сменился рут на наш нашу вложенную директорию но это же разрушит все остальные про про программы как с этим бороться и как эту проблему решают namespace и мы с вами и поговорим в следующем видео